Пинкот 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 Наука штука хитрая, мозги прокипетишь Наука штука крепая, все зубы обдерешь Хорош сидит во враге и ворочит железяки Вся жизнь твоя измеется, как только подберешь Тот самый Пинкот 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 Тот самый Пинкот 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 Фу! Чем здесь так пахнет? Холодильник размораживают, что ли? А-а-а! Пинкот Ох, ос... А-а! А-а-а! А-а-а! Да, да, да где жизнь это? Да где жизнь это? А-а-а! А-а-а-а! Вот он, укуси меня, пчела Тот самый остров Ой, и стоило так далеко плыть, чтобы позагорать Ёлки-иголки, Нюша, сколько раз повторять? Мы же не на отдыхе Мы здесь, между прочим, сокровища будем искать Вот, напросились на мою голову Причем здесь клады? Причем тут загар? У нас важная научная... это... как ее? Экспедиция! Что может быть важнее сокровищ? То, что я ищу, гораздо важнее Мы можем открыть на этом острове новые виды растений Растения — это царство живых организмов Которое включает в себя деревья, травы, кустарники, папоротники, лишайники, водоросли и так далее Наука, изучающая растения, называется ботаника В настоящее время ботаниками описано около 350 тысяч различных видов растений Копатыч! Уже столько этих растений понаткрывали! Тебе что, мало что ли? На этом острове, похоже, вообще ничего не растет Хе! Сплошные скалы только снаружи А что за ними не разглядеть? Эх, туман сверху Так перелетим на умнолете! Ах, перелетает опасно! Ничего не видно! Ого! А вдруг там природа какая, да и историческая сохранилась? Ежели я прав, это ж какое поле непаханное новой ботанике! Давай помаленьку! Кладь, клади! Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе! Вы что, совсем с ума посходили? Кхе-кхе-кхе-кхе! Вы чего тут устроили, ботаники? Красота! Укуси меня, пчела! Они растут тут тысячи лет! Такой природы больше нет нигде в мире! Как же оно тут все сохранилось? Без прополки и удобрений всяких, а? Хе-хе! В том-то и прелесть растений! Им и без нас хорошо! Они сами по себе! А вот мы и без них не потянем! Важнейшее отличие растений от других организмов способность синтеза всех необходимых органических веществ из неорганических! Любому растению для роста необходимы только почва, солнечный свет, влага и воздух! Так это что же получается? Растения! Тоже живые, что ли? Конечно! Но они же не шевелятся! В смысле, не ходят, не разговаривают! Зато они растут, меняются! Как говорил один человек, Энгельс, жизнь есть форма существования белковых тел! Каких-каких тел? Что такое жизнь? Этот непростой вопрос мучил человека с древнейших времен! Все вокруг нас, и мы в том числе, состоит из молекул! Так почему же одни конструкции из молекул можно назвать живыми, а другие нет? Живые организмы, в отличие от прочих, обладают уникальной способностью размножаться! Говоря проще, собирать своих новых представителей из молекул! Однако ничего не мешает, например, роботу собрать свою точную копию! Но будет ли он при этом живым? Вряд ли! Так кого или что считать живым? Очень просто! Основной признак жизни – это белки! Белки – вещества, ответственные за все процессы, происходящие в живых организмах! Белок гемоглобин переносит кислород! Белки-рецепторы помогают нам реагировать на свет и запах! Из белков состоят наши мышцы, и с помощью белков-антител мы защищаемся от вирусов! Все белки собраны из различных аминокислот, как из кубиков конструктора! Для жизни нам необходимо 20 различных видов аминокислот! К сожалению, сами мы можем синтезировать только 11 видов, а остальные должны потреблять с пищей! Растения, в отличие от животных, могут синтезировать все 20 необходимых аминокислот! Поэтому вполне можно быть и вегетарианцем! Значит, растения еще круче нас! Натюрлих! Они могут многое чего не уметь мы вообще! Например, наши нефть и газ – это очень старые растения, которые долго лежали в земле! Без них не было бы прогресса! Да бог с ним с прогрессом! Если б не растения, у нас бы и жизни на планете никакой бы не было! Они ж кислород вырабатывают! Легкие планеты! Да, теперь понятно, почему нам без них не обойтись! Кстати, о жизни! Ни комаров, ни мух, даже гусениц нет, будь они неладны! Я-я, насекомых найн! Ну и ладно! Еще неизвестно, какие бы в этом доисторическом садике мухи летали! Брррр! Ой! Не может быть! Здесь еще погибло! Все засохло! Но ты же сказал, что они могут обойтись и без нас! Эх, не хватило солнца, плохая почва! Если б мы нашли это место пораньше, можно было бы им помочь! Мы опоздали! Ага, на пару тысяч лет! Хоп! Чи! Копатыч, ты это видел? Фу! Фу! Чем здесь так пахнет? Холодильник размораживают, что ли? Так, где же это? Так, где же это? А где? А где? А где? А-а-а! Ёлки-иголки! А кто-нибудь видел Нюшу? Нюша! 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 Нюша, ты где? И где? Где? Нюша, ты где? Нюша! Ау! Нюша! Нюша! Ау! Нюша! Нюша! Ау! Нюша! Найн! Пин, это же... Пин! Разберись с этой зверюгой! Оно что-то сделало с Нюшей! Нет! Вы чего тут устроили? Вы уже его напугали! Мы? Да он нас всех чуть не слопал! Мы думали, что тебя... Конечно! Он же голодненький, бедняжка! Есть-то кругом совсем нечего! На вот поешь, маленький! Я тебе с утра рыбки наловила! Копатыч, ты же говорил, что растениям нужно только солнце и вода! Бывают и исключения! В некоторых местах растения мало питательных веществ в земле! Вот они и научились подманивать насекомых на сильный запах! Ловить и лопать! Такие растения называются хищные! Фух! Так вот откуда этот запах! И вот куда делись все насекомые! Проголодался за столько-то лет! Ну и что ж то хищное? Он может быть вообще последний из своего вида! Не бросать же его с голоду помирать! И все! И вот и все! И все! И все! Да после всего того, что растения для нас сделали, в кои-то веке им что-то нужно от нас! О, Копатыч, а у тебя есть еще удочки Усё, васильки, васильки, а много их выросло упор Друг мой медлительный, вы еще не готовы? У нас очень мало времени Ты-то о чем, родной? Как это о чем? Как это о чем? Подождите, подождите Разве я вам ничего не рассказал? Так и знал, что что-нибудь забуду Шароскоп! Я тут изучал на досуге архивы будущего И раскопал удивительную вещь Наши потомки обнаружили любопытнейшую планету Ее поверхность полностью выгорела из-за увеличившейся активности Солнца Ужас какой! Да-да, очень печально Но самое замечательное Среди пепла исследователи обнаружили Шароскоп, будьте любезны Это металлические конструкции Представляете? Ученые будущего спорят об их происхождении Но большинство уверены, что это наследие разумной цивилизации Их назвали железным городом Так это что ж получается? Цельная разумная цивилизация? Того? В наше время еще нет До роковой вспышки на их Солнце осталось несколько часов У нас с вами есть уникальный шанс Спасти целую цивилизацию И разгадать тайну сгоревшей планеты Странно Воздух пригоден для дыхания Есть вода и растительность На этой планете просто обязана быть разумная жизнь Но сканер не ловит ничего живого Да убери ты свои штуки-дрюки Проще надо быть Эй-эй-эй! Погорельцы! Бегите сюда! Эвакуация! Эвакуация! Не стоит торопить события Эвакуаторы вы мой громогласны Они пока вовсе не погорельцы Еще часов пятнадцать Что это было? А как вы думаете Эти растения могут быть хищными? Это вряд ли Но оно же пошевельнулось Это оно так покушало Обычное дерево может за год высосать из земли Больше ста кубов воды А потом испарить ее в воздух Тут ведь какая зависимость Чем больше у растений листов Тем больше оно и испаряет Вместе с водой растения всасывают Всякие питательные для себя вещества И этот бульончик движется по водопроводящей ткани Которая зовется ксилема В ней есть такие махонькие канальчики Капилляры А испаряется водичка через крохотные отверстия на листьях Усть-чица Через них из растений выходит кислород и водяные пары А входит углекислый газ Из которого потом получаются сахар и крахмал Можно сказать, через эти усть-чица растения дышат Ночью или когда холодно Усть-чица засыпают, закрываются А на жаре наоборот Распахиваются на полную Так листья испаряют больше воды А значит и понижают температуру растения Так что это обычное растение Только здоровенное Прекрасная лекция Которая отняла у нас так много драгоценного времени Давайте поторопимся Нам все-таки надо отыскать собратьев по разуму Что-то не собратьев Ни железного города Слышите? Кто-то шепчет Наверное, ветер? Да ветра нет Это дышат растения Через усть-чица Эй, есть кто? Живой! Отзовись! Этот шепот сведет меня с ума Скоро солнце сядет Усть-чица закроются И будет не так жарко Ненадолго Гляди-ка Следы Это наши следы Мы ходим кругами И похоже, мы единственные разумные существа На этой планете Так может, эти железяки, которые здесь найдут Наших рук дело А это мысль Они ведь очень похожи на останки шаролета Вот умора Если потомки примут за признаки цивилизации Остатки нашей спасительной экспедиции Останки! Останки? А в какой стороне мы шаролет-то оставили? А? Куда бежать-то? Понятия не имею Мы сами себя загнали в ловушку Мы и есть тайно сгоревший планет Еще посмотрим Извиняй, Травинка Ничего личного Борьба за выживание Крепкая травиночка Слышите? Какой-то свист Это ж семечко Зачем оно вам? Для сохранения вида Неплохо бы для начала Сохранить свой вид Бежим Бежим Все, больше не могу Друг мой героический Бросьте меня Один вы точно успеете Ничего Допрыгаем Укуси меня, пчела Тогда хотя бы бросьте Это несчастное семечко Слышите, пчела Слышите, пчела Компьютер Включить максимальную защиту Защита Защита включена Бездный город Бездный город Или как там его? Он самый Откуда же он взялся? Кажется, я знаю откуда Если почва богата минералами Растение будет потихоньку впитывать их вместе с водой Когда концентрация атомов металла в растении возрастает Они слепаются между собой и образуются кристаллы Вода испаряется через листья А металл остается в растении За долгие годы в них образовались целые металлические конструкции Которые и остались после вспышки Растет как на дрожжах Гляди какой хорошенький Да хорош хандрить Это ж настоящий огородный переворот Можно растения использовать, чтобы металлы добывать Или почву очищать от всякой гадости Или это, дома строить сразу из железа А? И только долго, наверное Я надеялся, что сгоревшая планета Подарит нам что-нибудь интересное Разумную цивилизацию, например Что подарила, то подарила Дареному коню, знаешь ли, мне О! А ты ж это Сможешь теперь написать разгадку Для потомков Ни в коем случае Знали бы вы, сколько прекрасных произведений Будет написано про пропавших жителей железного города Зачем же я буду отбирать у наших потомков Такой источник вдохновения Пусть остаются в своем романтическом неведении И знаете что? Как же я им теперь завидую Ну что, готов? Я, это, я тут Пай! Я, это, я тут Класс! Ну как? Нормально А что это за баллон? Не знаю В шаролете нашел Тут вон написано О-2 Это же был наш кислород Ты что, воздуха пожалел, что ли? Будь проще Тревога Крайне низкий уровень кислорода Срочно пополните запасы Тревога Крайне низкий уровень кислорода Ситуация критическая Оставшегося воздуха Нам не хватит Чтобы долететь до земли Что же делать? Прежде всего Постараемся меньше двигаться Чтобы потреблять Как можно меньше кислорода Крош Тебя это что, вообще не касается? А что сразу я-то? Я вообще могу Не дышать Это вон Копатыч Пыхтит за троих Может тебе пока в спячку, а? Так я же, это... Критически низкий уровень кислорода Тревога Тут разве ж заснешь В такой нервной обстановке И постарайтесь не нервничать Когда мы волнуемся Наше дыхание учащается Зачем ты это сказал? Я теперь буду еще больше нервничать Неужели в космосе Нигде нельзя кислорода раскопать? Откуда он вообще берется? Главный поставщик кислорода На нашей планете Это растения Растения удивительные создания Из солнечного света, воды и углекислого газа Они способны создавать Все необходимые нам органические вещества Растения поглощают воду из почвы И углекислый газ из атмосферы И при участии энергии солнечного света Производят крахмал и сахар Этот процесс называется фотосинтез Но самое замечательное Что побочным продуктом фотосинтеза Является кислород Именно растения создали на нашей планете атмосферу Богатую кислородом Который необходим для жизни Для фотосинтеза у растений есть специальная молекула белка Она называется хлорофил Солнечный луч состоит из фотонов Которые несут энергию определенной частоты Чтобы забрать эту энергию у фотонов Нужно устройство, которое будет совершать колебания с той же частотой Это и есть хлорофил Это можно сравнить с качелями Чтобы их раскачать Нужно толкать их с определенной частотой Такими качелями у растений является хлорофил Фотоны солнечного света попадают на него и раскачивают Отдавая свою энергию Значит, вот наше спасение Дыши, не хочу И волноваться не о чем Одно растение не сможет обеспечить кислородом всех нас Значит, я буду героем, приносящим себя в жертву Друзья, в этот нелегкий для всех нас момент Я сделал свой выбор Я ухожу Живите долго и счастливо Надеюсь, моя жертва будет не напрасна Круто, да? Еще музыки пафосной не хватает Для трагичности Не надо никаких жертв Лосяш имел в виду, что нужно вырастить побольше растений Уровень кислорода критический Дослышали уже! Уровень кислорода критический Уровень кислорода критический И что теперь? Они же не успеют вырасти Успеют Я их того, ускорителем роста полил Собственного производства К тому же, это экспериментальные быстро растущие растения Которые я специально вывел в своей лаборатории Уровень кислорода на нуле Внимание! Кислорода больше нет Простите Вы же экспериментальные Быстро растущие Что вам? Что вам еще надо? Вода есть Солнце Солнце! Надо Надо подлететь К солнцу Скорее Надо Подлететь Поближе К солнцу Поспать решил? Это правильно Что-то меня тоже В сон тянет Крош Крошик Крош Крош Просыпайся! Воздуха теперь Завались! А все благодаря вашему геройскому поступку Мы нашли вас у штурвала Вы потратили последние силы Чтобы развернуть шаролет к солнечному свету И это спасло всех нас Вот я даю Ёлки-иголки Но почему все выросло такое синее? Этим вообще можно дышать? Не волнуйтесь, друг вы наш подозрительный Давайте разберемся От чего зависит цвет растений? Хлорофилл в переводе с греческого Означает зеленый лист А все потому, что при работе Он поглощает только красные И голубые фотоны солнечного света При этом зеленые фотоны отражаются Их мы и видим Поэтому все растения кажутся нам зелеными Если мы проведем эксперимент И осветим растения только красным или синим светом То поглотятся все фотоны И растения покажутся нам черным А почему тогда осенью листья меняют цвет? Освещение ведь не меняется? Верно подмечено Желтые и красные красители Есть в листьях и летом Но зеленый хлорофилл ярче И других цветов не видно Осенью молекулы хлорофилла Распадаются на более мелкие Зеленый цвет исчезает А красный и желтый становятся видны А наши-то кусты почему выросли синими? Цвет растений Зависит еще и от расположения планеты Относительно звезды Вокруг которой она вращается Земным растениям повезло У них солнечного света достаточно Но не слишком много Поэтому они могут позволить себе поглощать лишь часть фотонов А часть отражать обратно Если бы наша планета была дальше от Солнца Света было бы не так много Тогда растениям пришлось бы поглощать его весь До последнего фотона И цвет растений стал бы черным А если бы планета наоборот Была бы слишком близко к Солнцу То растения бы приспособились Отражать самые сильные и жаркие лучи Синие Иначе бы они просто сгорели Значит такой прикольный цвет Это тоже из-за меня? Именно! Вы слишком близко подлетели к Солнцу И чтобы защитить себя от света Наши экспериментальные растения Сами вывели новый белок для фотосинтеза Он отражает самые яркие синие лучи У этого белка даже нет названия Предлагаю назвать его крошофил Идеально! Пойду писать заявку в научное сообщество Я же говорил, не переживай Все образуется Можешь не благодарить меня за спасение? Благодарить? Ты! Ты истратил весь кислород И чуть нас не погубил А теперь в твою честь назовут Новый белок для фотосинтеза Хотя ты даже не знаешь Что это такое Почему это? Лосяш ведь все понятно объяснил Я вот одно не пойму Этим новым белком Для фотосинтеза Можно будет цветные фотки делать Или только синие Историческая справка В начале 20 века Германский ученый Рихард Вильштеттер Установил Что бытовавшее в то время мнение О многообразии видов хлорофила Ошибочно Его структура во всех растениях одинакова Просто другие ученые работали С плохо очищенным хлорофиллом За любовь к чистоте и свои исследования Рихард Вильштеттер Получил Нобелевскую премию по химии В 1915 году Образец номер 428 Амеба с Юпитера Устойчива к серной кислоте И жидкому азоту Ух ты! Знаете, никогда не думал, что я это скажу Но обнаружить жизнь во Вселенной Оказалось вовсе не таким уж захватывающим переживанием Не такой уж захватывающий переживание Народ, принимай новую партию инопланетной живности Тут это, бактерии с Венеры и микроорганизмы Куда ставить-то? Ах, куда угодно Мы скоро еще принесем А знаете, чего бы мне хотелось, коллега? Встретить не просто форму жизни А инопланетного носителя разума Представляете, как это было бы замечательно Ай, не представляю Как показывает наше исследование На ближайшие пару тысяч световых лет Ничего разумного во Вселенной не наблюдается А как насчет параллельных Вселенных? Возможно, там развитие пошло иным путем И появились альтернативные носители разума Ну, аппарат перемещения почти готов Друзья мои, рад сообщить Что мы теперь можем путешествовать Между параллельными мирами Пин, прошу Я-я, после долгих изысканий Я нашел способ перемещения В параллельные миры Это ПИП Портативный искривитель пространства Радиус действий 3 метра Крутецкая штука Сейчас будет произведен Экспериментальный перемещение В параллельные пространства А, Тунг? Найн! 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 Перемещение Удалось? Трудно сказать Вот и чудесно Будем считать, что испытания прошли успешно Пора отправляться в путешествие Подойдите, подойдите все поближе Плохой затея Ах, Тунг! Это и есть другой мир? Какой-то он не очень параллельный Пораллельный Опять Девочки Мальчики Ой, елочки-иголочки Укуси меня, пчела Феноменально Пардон, мадам Это мое Всем приготовиться к перемещению Да Но в этом параллельном мире нет разумной жизни Хорштейн Ах, Тунг! Что это было опять? Обычная групповая галлюцинация Натюрлих полтергейст Я чайку заварю Лютики-цветочки, кружавчики Кто? Где это было? Если тут такие цветочки То какие ж тут пчелы? Вот это клумба Мы что, уменьшились? А вот это уже что-то новенькое Здесь наверняка могут быть иные формы жизни О которых мы даже не подозреваем Типа вот такой Ёлки-иголки Эта штука что, живая? Феноменально Вероятно, в этом мире Развитие пошло совсем по иному пути Двигающиеся растения Подумаешь Такие чудеса и в наших краях случаются Вот как Первый раз слышу Ботанику надо было изучать Наука такая Ботанику часто недооценивают как науку А ведь это одна из самых древних наук на Земле Чтоб вы знали Еще наши предки Учились отличать ядовитые растения от съедобных А как появились первые ботаники Нынче ученые изучили и описали Почти 350 тысяч видов различных растений И все продолжают открывать новые Изучение растений открывает нашей цивилизации Удивительные секреты природы Эти знания помогают нам в сельском хозяйстве И в медицине В кулинарии И в промышленности И все это благодаря важнейшей из наук Ботанике А я думал, ботаника Это просто словечко прикольное Для ежика Лютики, цветочки Кактусы, грибочки Боюсь, ваши познания в ботанике Нам не слишком пригодятся Земным растениям далеко до местных представителей Друг, мы пришли с миром Ради установления контакта С собратьями по разуму Готен так Феноменально Оно понимает Готен так Найн Эту нельзя Отдай Эту не игрушка Лютик перерос Постойте Это всего лишь попытка Со стороны тузенца Изучить наши Наших бьют Ах ты сорняк А ну стой Держи его Стоять 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 Аккуратнее Контакт должен быть дружественным Держи его Быстрее Держи его Друзья мои Толерантные Кролик не может догнать растение Абсурд Стоять От меня не уйдешь Окружай его, ребята Отдай Чужое брать Нехорошо Абсурд Что такое? Куда он подевался? Что-то не похоже Что этот Собрат по разуму Слишком разумный Но он так Осмысленно двигался С тем же успехом Можно назвать Собратьями по разуму И земные растения Они вон тоже Двигаться умеют Мы все Привыкли Что растения Создания Не особо подвижные Но встречаются Среди них И весьма Активные товарищи Вот, например Мимоза Стыдливая Стоит ее только тронуть Как она тут же Складывает свои листья За это Недотрога И получила Свое прозвище Или, например Дисмодиум Вращающийся Этот непоседа Постоянно Размахивает Своими листьями За что его еще называют Растение-телеграф Дисмодиум Может даже Танцевать Под музыку Лучше уж Наши мимозы Чем эти Местные Цветозавры Как же мы теперь Вернемся домой Похоже Нам придется Еще разок Установить контакт С тем Братишкой По разуму Так Ага Кролик И щейка Это что-то Новенькое Все ясно Я взял след Цветозавр Побежал Туда Нам Туда Чего нам дома Не сиделось Своих мозгов полно Так еще какие-то чужие Разумы ищем Вам не понять Этого чувства Космического одиночества Когда вдруг Накатывает понимание Что ты Представитель Единственного Разумного вида Во Вселенной Стой Внимание Смотрите Ого Это же явный признак Цивилизации Возможно Этим угощением Нас приглашают К налаживанию Контакта Это не вовремя Я уже аппетитно гулял Ой Что-то тут не так Вот тебе И угощение Однако Подобная Изощренная Тактика Приманивания Добычи Свидетельствует О явном Интеллектуальном Уровне Охотника Да ни о чем Это не свидетельствует Таких охотников И в наших Краях полно Да ладно Вот тебе И ладно Говорю же Есть у нас Такие растения Платоядные Обычно Растениям нужны Только солнце И вода Все полезные Вещества Они получают Из почвы Но в некоторых Краях С питательными Веществами Оказалось Не слишком хорошо И чтобы выжить Растениям Пришлось стать Хищниками А ежели ты Хищник То должен Уметь охотиться Что конечно Не просто Когда ты Какой-нибудь Цветок И двинуться С места Немодежи Вот и приноровились Флоро-хищники Свою добычу Подманивать И вкусные запахи Изображать Летит муха Чует ароматы Думает Что ей тут Стол накрыли Садится На цветочек И того Сама Становится Угощением Самый известный Представитель Растительных Хищников Это Венерина Мухоловка Но В природе Полно И других Цветочков Которые Умеют Заманивать Свои жертвы И вовсе Не для Пыления Так что Вам тут Не прогулочка По поляночке У здешних Цветочков Вполне Могут быть И зубки Надо быть Осторожнее В поисках Иных Носителей Разума Отряд Во главе С Лосяшем Отправляется Исследовать Параллельные Мир Мир Оживших Растений Встречает Пришельцев Не слишком Дружелюбно Теперь Друзьям Предстоит Найти Потерянный Прибор Чтобы Вернуться Домой Кроме Того Для всех Остается Загадкой Являются Ли местные Обитатели Разумными Или Их поведение Ничем Не отличается От обычных Растений Цель Не обнаружена Как слышно Меня Прием Слышно Отлично Продолжаем Поиски Прием Мы уже давно Ходим По кругу Вам не кажется Что мы потеряли След Сохраняй Оптимизм Лосяш Эта экспедиция Задумывалась Для поиска Собратьев По разуму А мы Тут бегаем За цветком Который Украл Наше Оборудование Я как-то Не так Это себе представлял Ай Лосяш Нашел след Нам Туда Класс Отличный Работа Молодца Круто О О О О Лосяш Ты идешь Или как А Смотрите Хорошо, что следы этого цветоноида Светятся в темноте Мы так можем его до утра преследовать Эх, это вряд ли Утро, вечер мудренее Я уже ног не чувствую Согласен Привал нам не повредит Но только на пару минут Простите, но не могли бы вы Ах ты, кактус Ловите, ловите Присолила, присолила Продолжение следует... Продолжение следует... Доброй ночи Не правда ли, чудесная погода? Что я несу? Я же представитель научного мира Земли Друг, мы пришли с миром Ради установления контакта С собратьями по разуму Погодите, я не хотел вас обидеть Куда же вы? Продолжение следует... 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 Прошу вас, не пропадайте больше Давайте попробуем все сначала Я даже не знаю, с чего начать Позвольте преподнести вам Да, плохая идея Признаться, я надеялся лишь встретить собратьев по разуму Но никак не ожидал, что найду здесь нечто большее А я готов остаться в вашем мире навсегда Васяж, Васяж, ты меня слышишь? Ах, чаровница Васяж! Отчехался? Васяж, ты как? Ты нас очень напугает Что случилось? Где я? И где та прекрасная незнакомка? Какая еще незнакомка? Я тебя нашел на поляне, в отключке Признавайся, небось какой-нибудь цветок сорвал Исследователь Да, что-то такое Припоминаю Поздравляю Видать, наткнулся на местное ядовитое растенице Хоть среди растений встречаются активные ребята В большинстве своем они создания неподвижные А напасти всяких вокруг, видимо, невидимо Вот и приходится им обороняться, чем природа наградила То есть ароматами Собственные запахи хорошо защищают от вредителей Такие растения, как петрушка, укроп, тимьян, шалфей, мята перечная Да все они перечисли Однако, что насекомому плохо, нам вкусно и полезно То, что природа миллионы лет создавала как защиту Оказалось для нас отличной приправой Но есть растения, которые смогли защитить не только от букашек Но и от созданий покрупнее Такие могут оказаться опасными даже для человека Дурман, Беладонна, Болиголов, Алеандр, Цербера Вот лишь некоторые смертельно ядовитые цветочки Такую красоту не то что пробовать, даже нюхать не стоит Ничего себе! Травинки! Мощные ребята! Подождите, вы уверены, что рядом со мной никого не было? И знаю, что уж там тебе почудилось, но я никого не видал Осторожней надо быть с ботаникой-то Пойдемте уже ловить наш цветочек-воришка Пока он не сбежает слишком далеко Вот он, кактус-паразит! Тише, еще спугнешь Будем брать по моей команде на счет три Раз Это тебе не за зеленоглазыми незнакомками бегать Два Три Погодите! Ушел! Осяш, ты чего? Позвольте, я никому из вас не говорил, что у нее были зеленые глаза Разве? Вроде упомянул Не обманывайте меня, она там была, верно? Мне ничего не привиделось И глаза у нее были! Прекрасные зеленые глаза Давайте немножечко успокоиться Я не собираюсь успокаиваться Я должен ее найти А вы можете и дальше ловить это растение Можете даже вернуться домой без меня Елки-иголки, лосяш, пошутили и хватит Надо его остановить Он же так совсем уйдет Вам меня не остановить? Да ну, стой! А? Лосяш, не делай глупостей! Лосяш, ты куда подевался? Лосяш! Не смейте мне мешать Это мой осознанный выбор Спасибо Но вам все равно меня не остановить Вы же ее видели Видел? Значит, должны меня понять Понимаю Попрощайтесь за меня с остальными Лосяш, погоди Дай я тебе кое-чего расскажу На прощание Опять что-нибудь из вашей ботаники? Что ж, лишние знания об этом мире Могут мне пригодиться Именно из ботаники И как известно Для размножения растениям нужно Обмениваться друг с другом пыльцой Проще говоря, опыляться Вот только не все могут Опыляться самостоятельно И тут им на помощь приходят насекомые Чтобы быстрее и лучше опылить Цветы приманивают насекомых Кто во что гораст И расцветкой яркой И ароматами аппетитными Но хитрее прочих Оказался цветок Под названием Орхидея чилоглотис Эта артистка Научилась копировать запахи И внешний вид самок ос Да так ловко, что сами осы Их отличить не могут Все бы ничего Да только после орхидеи Осиные парни на своих подружек Уже внимания не обращают Так и живут в своих иллюзиях До самой старости Понимаешь, орхидея может пахнуть Как оса Выглядеть как оса Но она при этом ни разу не оса Вот такие песчки-тычинки Че ты молчишь, Лосяш? Ну, ты ж не оса В конце концов К сожалению, нет Вас и на свое счастье Не знают, что такое ботаник Лосяш! Копаныч! Пойдемте, друг мой Пора возвращаться домой Да уж Подзадержались мы В этой оранжереи Отряд во главе с Лосяшем Попадает в параллельный мир Населенный необычно развитыми растениями Пока остальные решают проблему С возвращением домой Лосяш продолжает поиски Разумных представителей местной флоры Но его первый контакт Заканчивается полным разочарованием Чую цветоноид где-то рядом О, отличный обзор О, вижу следы этого Тут нужна какая-то смешная шутка Про сорняк-переросток Но ничего не приходит в голову Какие тут шутки? Устали все Один маленький проблема Как туда спуститься? А, сейчас найдем какую-нибудь ляну по длине Делов-то Честно говоря, мои навыки альпиниста далеки от совершенства Есть способ получше Как насчет того, чтобы полетать? Полетать? В нашем возрасте? Нехорошо смеяться на бедный пингвин Я все-таки птица Да я же не к тому А к чему? А к тому, чтобы полетать При помощи местных цветков-переростков Спастись от опасности И опылиться Далеко не все проблемы, которые нужно решать растением Важный пункт в жизни любого растения Посадить семена своего будущего потомства Ежели решить эту проблему без творческого подхода То весь вид будет расти на одном месте Что, конечно, не слишком удобно Вот и приспособились растения разносить свои семена подальше Кто как себе придумал Например, графлезия использует для этого слонов Они наступают на ее цветки И разносят прилипшие семена по округе А перекати полю помогает ветер Но есть растения, которые пошли еще дальше Их семена научились летать Например, у иванского огурца Семена способны улететь до 100 метров Без помощи ветра Эти семена конструкторы даже скопировали для авиации Ну а нам, чтобы спуститься, подойдет и обычный одуванчик Пустите! Я не пойду! Мы все расшибемся! Пустите! Я летаю, захожу на вираж Вспомним молодость О чем я только думал Вон он, смотрите Посмотрим Объект обнаружен Идем на посадку О май гуд Копытья Хороший полет Ой-ой-ой Ой, бабочки Помогите Быстрей, быстрей Далеко он не ушел Я вот все думаю А возможен ли вообще Интеллект у растений Или все их действия Просто функции для защиты Или, простите, размножения Это как посмотреть Может, они и разумны Только по-своему У растений нет глаз, носа и ушей Они не могут двигаться без мышц Но несмотря на это У нас с ними гораздо больше общего Чем нам кажется Да, у них нет глаз Но они чувствуют тепло И солнечный свет Особенно хорошо Это видно на примере подсолнухов Наша речь Растениям недоступна Но это не мешает им общаться При помощи запахов Если один цветок Атакуют вредители Он особым ароматом Посылает соседу сигнал Об опасности И тот успевает подготовиться Выделив нужный защитный запах Есть у растений и другие чувства Например, они чувствуют Своё положение в пространстве Как горшок не поверни Росток всё равно будет двигаться вверх Как я уже говорил Растения чувствуют и прикосновения А недавние исследования Доказывают, что у них есть даже память Ещё говорят, что растения на звук реагируют Но научно это пока не доказано Хотя я люблю со своими овощами поболтать Они от этого больше вырастают Вот оно Пойдём и просто заберём уже эту штуку Погодите Если нас чему и научила местная Флора Так это не действовать сгоряча Во-во Похоже, этот сорняк-переросток Чего-то ждёт А я, знаете, чего думаю Если тут такие цветочки То какие же тут должны быть букашки? А вот и ответ на ваш вопрос Похоже, надо спасать воришку А то, глядишь, слопают его Вместе с прибором А ну, проваливайте, цветочоры Кыш, кыш отсюда Пошли вон не до бабочки Это наш металл А вот я вас в хрустом Вредители Убирайтесь, яска На флору Матажоры Прекратите безобразие Вот и проваливайте Это наша поляна А здорово мы их прогнали Как-то даже слишком легко Похоже, испугаться они не нас Мать моя, ботаника Чего же это я сразу не догадался Хотите сказать, что снова вспомнили Про земную аналогию? Именно так Есть в земной флоре Удивительный цветок-манипулятор Аквилегия В отличие от других растений Аквилегия не полагается на свои запахи Чтобы отпугнуть вредителей Действует она хитрее И продуманнее Аквилегия привлекает ароматом Мелких насекомых Которые для нее безвредны И приклеивает их к себе Эти насекомые В свою очередь Привлекают пауков покрупнее Зачем же она это делает? А для охраны Теперь эти пауки Становятся ее личными Стеблехранителями И отгоняют Гусениц-обжор Которые могут Навредить цветку С такой охраной Аквилегия остается Целой И невредимой Выходит этот цветоноид Специально приманил нас Чтобы мы отогнали гусениц Не, Крош Мы и есть приманка Для кое-кого Покрупнее А-а-а 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 Сорняк Отдай прибор, гад Допрыгались Теперь Нас спасет Только чудо Это Вы? Послушайте Я не знаю Разумны вы Или просто Мимикрируете Но если все-таки да, умоляю, не допустите гибели своих собратьев по разуму Бесполезно, Лосяш Вряд ли оно нас поймет Я ж говорил Так вы меня понимаете? Простите мне мои сомнения Я и представить не мог, что вы... Ах, кто? Боюсь, что это так и останется загадкой Были ли те растения разумны? Да и сможем ли мы в принципе определить, что встретили иной разум? Может, он окажется настолько иным, что это не будет укладываться в наше понимание? Скучаете по ней? Что, я? О, поверьте, это исключительно научный интерес Ну и разве что немного космического одиночества Ну и зря Вы даже не знаете, подходите ли вы друг к другу Кстати, а какой у вас знак зодиака? Пин, когда вы уже найдете способ вернуть нас обратно в наш мир? Мы работать над этим Я-я, мы работать А я в этом мире еще погостил бы Да, жить можно Эээ, десерт? Пожалуйста Я, пожалуй, посвящу вам оду Но короскопы, это же так ненаучно А расскажите мне еще что-нибудь Про ботанику Эх, с удовольствием Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!